однако здравствуйте дорогие друзья как всегда у микрофона док браун и сегодня мы поговорим о тэре вернее даже не поговорим а посмотрим как выглядела бы тэра если бы разработчики перенесли ее на более современный движок unreal engine 4 так что усаживайтесь поудобнее будет интересно и самое главное будет красиво ну и конечно же перед началом видео рекомендую подписаться на канал вам это не сложно а для меня это будет огромной поддержкой ну и плюс вы всегда будете в курсе самых интересных новостей и обзоров секундочку секундочку пока док еще не начал я вам тут быстренько расскажу про крутой сервер ion history это можно сказать уникальный сервер с классическим айоном который воссоздан на основе официального корейского ion classic тут полностью рабочий контент отличная геодата и нет надоедливых багов и ошибок сервер был запущен с версий 1.2 и постепенно получая обновление уже добрался до версии 1.9 в дальнейшем он и дальше будет получать обновление и все это без вайпов короче говоря если хотите поиграть настоящий классический ion то добро пожаловать на ion history ссылочка будет в описании качайте и наслаждайтесь желаю всем приятной игры ну а теперь вернемся к терке как вы наверняка заметили последнее время я не вспомнил и с огромным удовольствием в нее вернулся сижу прокачиваю персонажей собираю новый шмот и смотрю те данжи которые появились в игре за время моего отсутствия однако знаете очень жаль что в отличие от других мморпг которые получают крутые обновления переходят на новый движок терра лишена всего этого обновления конечно выходят но достаточно простенькие а вот речи о переносе игры на новый графический движок разработчики даже не заводят хотя могли бы вон даже тот же blade and soul переехал на unreal engine 4 а вот терка нет и знаете я лично откровенно сомневаюсь что когда-то терра сменит движок учитывая что даже новая игра от ее разработчиков вышла на все том же старом unreal engine 3 но при этом все таки есть прямо руки и люди которым нравится терра и которые собственными силами переносят игру на unreal engine 4 к примеру а вы сейчас можете наблюдать как круто смотрелся бы старый данж край разлома со всеми новыми эффектами освещения тенями и прочими штуками которые просто физически не вывозит старый движок олды наверняка помнят этот старый хардкорный данж на 10 человек но если вы пришли в терру когда его уже не было то для сравнения в углу экрана я вставлю свое старое видео с прохождением этого данжа чтобы вы могли примерно увидеть разницу в графике а вот вам на сравнение как мог бы выглядеть на новом движке самый первый данж бастион лока зацените как круто смотрятся эффекты боя а также блики на броне и оружии персонажа не знаю как вам но лично мне очень нравится особенно с учетом того что все это сделано одним человеком такие моменты меня мучает вопрос почему разработчик не может сделать то что под силу одному прямо рукому умельцу ну и напоследок вот ловите еще демонстрацию того как бы выглядели эффекты боя за персерка мага и лучника и все это на красивой локации с крутыми тенями шикарным освещением и бликами в общем совсем тем чего нет в оригинальной перри на старом движке что ж господа а вот так вот сочно ярко и красиво могла бы выглядеть старушка терра если бы разработчики все-таки перенесли ее на более современный движок я бы от такой терры точно не отказался бы напишите в комментариях как вам старые локации на новом движке и хотели бы вы чтобы терра официально получила такое вот обновление ну и в завершении скажу что если вы все еще думаете стоит ли вернуться в терру или нет то да стоит как минимум заряд ностальгии положительных эмоций вам точно гарантирован кстати если вам интересно как поживает терра в 2022 году если там онлайн и как вообще поиграть на ру сервере то обязательно посмотрите видео на эту тему кликнув на подсказку в углу экрана или перейдя по ссылке в описании а я пока что буду закругляться так что спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые ролики всем удачи побольше крутых игр и до скорой встречи пока пока